История Лего. Возможно, вы видели что-нибудь из этого. Кубик Лего. Но вы когда-нибудь задумывались, с чего всё началось и почему он называется Лего? Собственно, название гораздо старше этого пластикового кубика. Интересно? Позвольте мне рассказать вам, с чего всё началось. Много лет назад жил опытный и трудолюбивый плотник по имени Оли Кирк Кристенсен. Оли был уважаемым плотником со своей собственной компанией, но настали трудные времена. Денег не хватало, и ему пришлось уволить последнего рабочего. Входи. Я закрыл мастерскую и упаковал свои вещи. Спасибо. Я выпишу тебе чек за выполненную работу. Береги себя. Что ж, это был последний. Я даже не представлял, что до этого дойдёт. Я знаю. Это трудно понять. Но, по крайней мере, что может быть хуже? Но стало хуже. Вскоре Оли потерял жену. Но Оли был особенным человеком. Он был не из тех, кто сдавался. И с поддержкой четырёх сыновей он должен был что-нибудь придумать. У Оли была идея, на которую у него никогда не было времени, чтобы воплотить её в жизнь. Маленькое изобретение Оли так порадовало его детей, что он подумал о том, чтобы начать делать игрушки. И Оли решил попробовать. К счастью, у него сохранилось много древесины от столярного производства. Теперь он мог использовать её, чтобы делать игрушки. Шло время. И хотя Оли был опытным плотником и имел хороший взгляд на качество и детали, продажи были низкими. К счастью, один из его сыновей, Готфред, начал помогать отцу после школы. Вместе им едва удавалось поддерживать производство. Со временем весь начала распространяться. Прокачественные деревянные игрушки, сделанные в маленькой мастерской в городе Биллун. Однажды в город приехал человек. Человек, который изменил будущее Оли. Он был оптовиком из Фридерсии. Я слышал, вы делаете очень хорошие деревянные игрушки. Ну, одна партия хороша. Оптовик был очень впечатлён деревянными игрушками. И сделал большой заказ, прежде чем уйти. Наконец-то кто-то увидел наш потенциал и то, что мы делаем. Взгляни на это. Оптовик хочет выставить наши игрушки в магазине на праздники. Это будет хорошее Рождество. Но мы будем заняты. Теперь в маленькой мастерской было много работы. И Оли мог вернуть своих бывших работников. Оли использовал древесину только самого высокого качества, которую тщательно подготавливали вручную. Они работали день и ночь, чтобы закончить заказ. Так, чтобы оптовик мог получить игрушки для магазина перед Рождеством. Что-то не так, пап? Боюсь, что у нас большие проблемы. В середине своей работы Оли получил письмо. О том, что оптовик объявил о банкротстве. И не сможет купить игрушки, которые заказал. И что ты собираешься делать? Что насчёт Рождества? Сейчас мы даже не можем позволить себе еду? Я сделаю это. И что ты собираешься делать, пап? Я сделаю это сам. Я буду ездить по магазинам игрушек. Не теряя времени, Оли загрузил игрушки в машину и поехал. Оли был очень хорошим создателем игрушек, но не был хорошим продавцом. Ему не нравилось рассказывать про себя или про то, как тщательно были сделаны игрушки. Но он должен был стараться не думать о том, что ничего не продаст. Вскоре это станет хитом. Есть что-нибудь, что заинтересовало вас? Это выглядит интересно. Но сейчас у меня нет денег на них. Может, обменяемся хотя бы на это? Ну, я бы предпочёл деньги, но... В конце концов, ему удалось продать все игрушки. Он не получил столько денег, насколько надеялся. Но всё уладилось, и на Рождество у семьи было достаточно еды. Шло время. Но игрушки продавались не так быстро, как они этого ожидали. Оли подумал, что компании необходимо хорошее имя. Каким оно должно быть? Оно должно быть коротким. Я хотел назвать «играть хорошо». На датском «играть хорошо» звучит как «лег год». Каким оно должно быть? Каким оно должно быть? Если бы мне только подали знак. Лего. Как видите, Оли в конечном итоге нашёл подходящее название. Но он не знал, что на латинском «лега» означает «я собрал». Название «лега» было хорошо принято. И компания начала понемногу двигаться вперёд. Мы сделали 3000 крон в этом году. И у нас есть больше, чем обычно. Ты сказал «3000 крон»? Тогда тебе стоит взглянуть на это. Даже если Готфреду было неудобно тратить деньги на миллион машин, он здраво оценил пользу этого, и качество игрушек улучшилось. Ты не мог бы закончить последнюю партию и подготовить её к отправке? Сделаю. Пап! Пап! Я сохранил много денег для компании сегодня! Правда? Как? Я решил сэкономить на лаке, так что покрыл им уток в два слоя вместо трёх. Ты что? К несчастью, идея Готфреда оказалась не очень удачной. Оли заставил Готфреда распаковать всех его уток, нанести последний слой лака и вернуть их обратно на станцию. Оли поддерживал высокое качество и не обманывал своих клиентов. Когда Готфред вернулся, Оли объяснил, что это плохой путь при создании хорошего бренда. Этот маленький урок открыл Готфреду глаза на то, что каждая деталь имеет значение, и только лучшая является достаточно хорошим. В конце 1930 года Лего стало получать прибыли. Даже когда вспыхнула Вторая мировая война, они пытались сделать лучшее в трудное время. Казалось, ничто не могло пойти не так. Но снежной ночью в 1942 году удача отвернулась от них. Пожар! Мастерская горит! Но когда пожарные приехали, они не смогли спасти мастерскую. Она сгорела дотла. Все чертежи и модели были уничтожены. Оли начал терять надежду. Все, над чем он работал, пропало. И он чуть не потерял свою компанию. Но ответственность перед своими детьми и рабочими вдохновила его восстановить Лего. Была построена новая фабрика. Вскоре производство деревянных игрушек возобновилось, и маленькая компания нашла путь обратно на рынок. Постепенно фабрика Лего начала работать бесперебойно, и Оли начал искать новые вызовы. Однажды он отправился в Копенгаген, чтобы посмотреть на новую машину, которую только что привезли в Данию. Это были пластиковые машины для лития пластмассы, и Оли был очень взволнован. Должны ли мы ее купить? Это хорошая сделка, и это даст нам много возможностей. Ну, звучит интересно, но это большие деньги. Я воспринимаю это как «да». Когда термопласт-автоматы наконец были доставлены, Оли начал делать маленьких пластиковых мишек и самолеты. Но у него все еще был пластиковый блок, который он получил на ярмарке. Это было то, о чем он не переставал думать. И хотя никто не видел потенциал, Оли решил изменить дизайн и запустить кубики в производство. В то время, когда Лего впервые выпустило трактор Фергюсона, пластмассовые игрушки стали успехом. К сожалению, продажи падали в течение лета, и в компании скопилось слишком много игрушек. Это невозможно! Конечно, нашу продукцию можно продавать круглый год, и не только на Рождество! Готфред решил изменить положение и продать все игрушки сам. Готфреду помогала жена Идов с присутствием и моральной поддержкой. И если не сможешь продать за наличные, то возьми что-нибудь другое. Ну, это было не так уж и плохо. Готфред отправился по стране, где надеялся найти выход из своего финансового кризиса. Они возвращаются домой как раз в день рождения Оли. Оли исполнилось 60 лет, и вся семья собралась, чтобы поздравить его. Ну, я думаю, это было долгое путешествие по стране. Эй, у меня идея! Слушайте, слушайте, как насчет картины с тремя поколениями? Все поддержали идею. И мы разместились на диване, а все подарки и цветы поставили вокруг нас. Во время командировки в Англии Готфред встретился с главой Большого торгового центра. Они обсудили индустрию игрушек, и разговор был очень важным для будущего Лего. Чертова индустрия! Я считаю, что нынешние игрушки никуда не годятся. Вы о чем? Я думаю, что они очень даже хороши. О, они хороши, конечно, но в них нет системы. Системы? Системы. Нет никакой системы. Что ты делаешь, Готфред? Здесь нет системы. Игрушкам нужна идея и система, построенная вокруг нее. Я хочу создать систему в игре. Детям предлагают только готовые решения. Им нужно что-то другое, что-то, что будет развивать их воображение и творческие способности. Итак, ты пытаешься внести в Лего систему. Интересно. В том же году Лего начали производить первые комплекты Лего. Теперь дети могли построить дома из кубиков Лего. План города внес реальные городские условия дорожного движения и научил детей соблюдать их. Я и мои сестры могли часами играть с новыми комплектами Лего. Некоторые люди говорили, что мы самые счастливые дети в мире, потому что мы выросли на фабрике игрушек. Это был огромный прорыв. И Готфред решил попробовать продажу за пределами Дании. Комплекты для игры были настолько популярны, что им удалось продать их во многих странах. Смотри, что я построил! Классно выглядит, Келл! Хотя Лего был предназначен только для строительства домов, у него все еще было много возможностей. Была только одна проблема. Я не могу поднять! Все рушится! Тогда Готфред сотворил чудо. Он хотел найти способ скрепить кубики Лего вместе. Но это было легче сказать, чем сделать. Готфред заметил, что кубик Лего лучше держится с отверстиями внутри. Теперь это был уже не просто кубик, а целая система строительства с бесконечными возможностями. Это был прорыв для продукции Лего. С воображением ребенка, Лего может быть чем угодно в мире. Снова и снова. Пределом было только воображение. Смотри, пап! Теперь я могу построить все, что угодно! К сожалению, Оле не удалось увидеть, насколько успешным стал маленький кубик. Готфред остался на родине, и ему пришлось пережить еще один пожар на Лего, который уничтожил большую часть производства древесины. Так же, как и его отец, Готфред знал, что лучший выход из любой ситуации — это никогда не сдаваться. Готфред принял трудные времена с высоко поднятой головой. Когда продажи выросли, ситуация наладилась. Он подумал о будущем и решил не возобновлять производство деревянных игрушек, а сосредоточиться только на системе Лего. Это оказалось отличным решением. Было построено много новых моделей, и Лего закрепилось в индустрии игрушек. Сэр, какой из этих вы считаете лучшим? Этот. Даже если это увеличивало занятость Лего, Готфред строил все больше планов. Теперь он хотел построить аэропорт. Так было бы проще продавать свои игрушки по всему миру. Каков отец, таков и сын. Ему не надо было много времени для реализации своих идей. Через три года был открыт аэропорт Белун. Многие гости и деловые партнеры, которые посещали компанию, всегда хотели увидеть отдел моделирования. Постепенно в нем стало настолько тесно, что сотрудникам было трудно сохранять темп работы. Я думаю, нам лучше подождать. Готфред признал, что надо что-то менять. Ему нужно было больше места для демонстрации Лего-моделей. Я не хочу вас прервать, так что я просто положу пакет с новыми поездами Лего на стол. Просто положи его там. Поезд. Идея быстро переросла из выставочного зала в парк аттракционов. А здесь мы видим башню, с которой можно будет посмотреть на весь парк с высоты, на весь город. Это место будет сделано из Лего. Лего-ленд! Ну, это интересно. Но на сколько посетителей вы рассчитываете? Ну, я думаю, 200... 300 тысяч? 300 тысяч! Даже если это звучит слишком много, мой отец в самом деле был далек от истины. Первый же год. Его парк посетило 600 тысяч гостей. Я и моя семья были там, чтобы приветствовать гостей. Мы поддерживаем эту традицию до сих пор. Теперь вы знаете, с чего все началось. Лего не был бы таким, как сейчас, если бы не вера моего деда в качество и поиск совершенства. Мой отец твердо верил в бесконечные возможности Лего. Я стремлюсь развить идеи Лего еще дальше, побуждать детей исследовать, испытывать и выражать свой собственный мир. «Мир без границ». И мы по-прежнему убеждены, что только лучший является достаточно хорошим, потому что дети заслуживают лучшего. Конец. Релиз SkyFilm TV. Переводил гриф. Роли озвучивали Дмитрий Балясов, Дмитрий Рыжков, Александр Гаранч, Даниил Бакиров, Трина Дубовицкая и Евгений Кокурин в 2012 году. Релиз подготовлен и озвучен по заказу Николая Бакуменко специально для официальной группы LEGO Hero Factory ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин